Добрый день! Мы продолжаем изучать циркулярную серию от компании Сингсо и сегодня я расскажу как собирается Magic Tower. Можно встретить название Crazy Magic Tower, Circular Magic Tower или Циркулярная пирамидка. От обычного Magic Tower отличается дополнительными центральными элементами. У классической версии центр только один, у циркулярной помимо треугольного центра есть еще три лепестка, которые добавляют еще один этап сборки. Если вы умеете собирать Magic Tower, то начало сборки точно такое же. Можете спокойно промотать видео до последнего этапа. Если же Magic Tower вам не знаком, но вы умеете собирать обычную пирамидку, то можно пропустить видео до этапа центров. Для тех, кому неизвестна ни одна из этих головоломок, я покажу подробно все этапы со всеми необходимыми алгоритмами. Напомню, что классический Magic Tower отличается от пирамидки отсутствием вот этих тривиальных уголков и наличием центральных элементов, вместо которого в обычной пирамидке отверстия. Ребра здесь стали крупнее. Это ребро на пирамидке, это ребро на Magic Tower. Если посмотреть на центр и уголок на классической пирамидке, то им равнозначит элемент вот этот угол на Magic Tower. На циркулярной версии все аналогично. Уголок и уголок немного другой формы. Ребро, ребро с небольшим вырезом. Центр и тут центр. Он стал чуть поменьше и появился дополнительный лепесток по три штуки на каждой грани. При вращении центральные элементы остаются неподвижными. То есть мы вращаем грань, а центр стоит на месте. Если посильнее перемешать, это становится заметнее. Вращаем грань, а четыре центральных элемента неподвижны. Вначале у нас этап пирамидки, потом собираем треугольные центры и в конце собираем вот эти лепестки. На классической пирамидке на первом этапе собирается красная звезда. Можно и другого цвета, но для определенности начнем именно с красного. Для этого для начала нужно повернуть тривиальные уголки так, чтобы вот эти цвета совпадали. Красный и желтый не совпадают. Поворачиваем, вот здесь красные совпадают. Можно добиваться совпадения любого цвета. Главное, если с одной стороны совпало, то и со остальных тоже совпадет. Уголков у пирамидки четыре, поэтому такую процедуру максимум придется сделать четыре раза. Вот четвертый уголок. Далее нужно найти три красных угла. Один, второй и третий. Если поставить пальцы на эти три красных угла, то сейчас мы красного цвета не видим, но если посмотреть с других сторон, то там есть красные грани. Если головку держать именно так, то на той грани, которая оказалась сверху, должен быть красный цвет. Если мы повращаем эти угловые элементы, то красный цвет сюда повернется. Так. И вот так. И мы получаем красную звезду. А это и есть цель первого этапа. Также вместо того, чтобы искать три красных уголка, можно найти один, у которого красного цвета нет, и поместить его назад. Тогда грань, которая оказалась перед нами, должна содержать красный цвет. Также поворачиваем уголки на себя красным цветом и получаем красную звезду. Есть два способа, выбирайте какой нравится. Сделаем то же самое на циркулярной версии. Есть у нас один красный уголок, второй красный уголок, этот не красный. Но можем либо уголок без красного цвета направить назад и повернуть остальные красные уголки к себе красным цветом. Получается звезда. Раз, два, три угла. Либо найти три красных угла, второй, третий, взять их в руки и на этой грани сделать красный цвет. То есть каждый уголок поворачиваем, пока не будет красный. Раз, два, три. Вот эти элементы пока не важны. Нам достаточно вот такого рисунка. Вот эти ситуации равнозначны. На следующем этапе мы собираем первый слой. Для этого нужно красные ребра, а это элементы с двумя цветами, поместить на первый слой, так чтобы цвет нижней и боковой грани совпадал с цветом элемента. Для этого мы ищем наверху ребра с красным цветом. Помимо красного цвета есть какой-то еще. Мы поворачиваем верхнюю часть пирамидки до тех пор, пока второй цвет красного ребра не совпадет с нижними уголками. То есть вот здесь вот зеленые цвета совпадают. Если повернем сюда, зеленый и желтый не совпадает. Нам нужно, чтобы совпадало. Возвращаем сюда красное ребро и здесь зеленый цвет совпадает. Ребро располагается справа. Значит для того, чтобы поставить это ребро на первый слой, мы поднимаем левый уголок, вставляем сюда ребро и опускаем левый уголок. Смотрим, что получилось. Зеленый цвет совпал, красный совпал. Ребро находится на своем месте. Если мы не будем совмещать второй цвет, к примеру, вот красное зеленое ребро, мы понимаем, что нужно поставить его сюда и пытаемся точно также его сюда поместить. Поднимаем, вставляем, опускаем. Видим, что цвета не совпадают. Значит мы сделали неправильно. Нужно было вот этот зеленый цвет совместить с цветом угла. Если ребро находится справа, то мы поднимаем левый уголок, вставляем ребро и опускаем левый уголок. Давайте попробуем на остальных элементах. Вот у нас есть красно-желтое ребро. Вращаем до тех пор, пока у нас вот этот желтый цвет, второй помимо красного, не совпадет с цветом уголка. Желтый и зеленый не совпадает. Желтый и синий не совпадает. Желтый и желтый совпадает. Ребро находится слева, то есть зеркально предыдущему случаю. Значит мы теперь поднимаем справа уголок, вставляем туда ребро и опускаем назад. Три движения. Проверяем. Желтый, красный, все совпадает. Ищем дальше. Красные ребра на верхней части пирамидки. Вот у нас нашлось красно-синее. Синий цвет нужно совместить с цветом уголка. Мы видим, что рядом как раз находится синий уголок. Ребро справа, значит мы поднимаем левую сторону, вставляем туда ребро и опускаем левый уголок. Первый слой собран. Важно, чтобы получилось, что здесь вот полоска одного цвета. Синяя, зеленая и желтая. А здесь красная сторона. Если у вас получилось, что на верхней грани нет уже красных ребер, красная сторона как бы собрана, но вот этой полоски нет, значит у вас нижняя грань собрана неправильно. Вот здесь хорошо, а вот здесь нет. В любом случае, если у вас кончились ребра на верхней части пирамидки, а нижняя часть не собрана, значит ребра стоят либо не на своем месте, либо стоят неправильно. В данном случае зелено-красное ребро стоит на месте желто-красного. Чтобы поставить его на свое место, нужно отсюда как-то извлечь. Для этого можно использовать простую комбинацию под названием пиф-паф. Делается она следующим образом. Мы опускаем правый уголок, опускаем левый уголок, потом поднимаем правый уголок и поднимаем левый уголок. Четыре хода. И у нас ребро поднялось, теперь его можно поставить на свое место. Здесь цвет зеленый, с желтым не совпадает, с синим не совпадает, с зеленым совпадает. Ребро находится справа, иначе поднимаем слева, вставляем ребро, опускаем. Теперь у нас наверху появилось еще желто-красное ребро, которое также нужно поставить тем же способом на место. И вот такой случай. Наверху красные ребра тоже кончились, но нижний слой не собран. Вот это ребро стоит на своем месте, но развернуто неправильно. Мы здесь также применяем комбинацию пиф-паф. Для того, чтобы поднять ребро наверх, опускаем правый угол, опускаем левый угол, поднимаем правый, поднимаем левый. Ребро поднялось, сразу совпадает с желтым цветом и уже известным алгоритмом ставим на свое место. Поднимаем, вставляем, опускаем. Первый слой собран. Также элементы можно ставить на первый слой при помощи пиф-пафа, который я только что показывал. К примеру, есть у нас сине-красное ребро, и мы знаем, что его место вот здесь, между сине-красными углами. Ребро обращено к нам красным цветом, а значит цветом нижней грани. В этом случае мы можем не совмещать вот эти синие цвета, а сразу из такого положения сделать пиф-паф. Ребро находится справа, поэтому делаем пиф-паф, начиная с правой стороны. Опускаем правый угол, опускаем левый угол, поднимаем правый, поднимаем левый, и ребро стоит на месте. Аналогичный случай, когда у нас желто-красное ребро тоже должно находиться вот здесь, но оно располагается слева, и красным цветом смотрит на нас. Мы можем не переводить его вот сюда, после чего делать три хода, а сразу с этого положения сделать пиф-паф. Но так как ребро находится слева, мы должны сделать пиф-паф левый. А именно, опускаем левый уголок, опускаем правый, поднимаем левый, поднимаем правый. Первый слой собран. Соберем первый слой и на циркулярной версии. Здесь три красных угла, располагаем их вниз, ищем сверху элементы с красным цветом. Вот у нас синий-красное ребро. Подводим так, чтобы синий цвет совпал с цветом угла. Ребро справа, значит поднимаем слева, вставляем ребро, опускаем. Тут сразу появляется красно-зеленое. Нужно вот это ребро совместить с цветом угла, зеленое-зеленым. Ребро опять справа, поднимаем слева, вставляем ребро, опускаем. Уже два готовы. Ищем третье. Вот оно, красно-желтое. Желтый совмещаем с цветом желтого угла. Ребро находится слева, значит поднимаем справа, вставляем ребро и опускаем. Первый слой готов. Ну, конечно, без центральных элементов. Центры мы будем собирать в конце. Далее на классической пираминке нужно собрать верхнюю часть. Для этого первым делом очень важно, нужно повернуть верхнюю часть таким образом, чтобы цвета уголков на одной грани совпадали. Вначале мы получаем в каком-то таком состоянии зеленый-синий. Не совпадает. Нужно, чтобы все уголки были одного цвета. И именно из такого положения нужно определять, какая ситуация у нас получилась. Всего, возможно, пять ситуаций. Но решаются они, по сути, тремя алгоритмами. Давайте рассмотрим их все. Первая ситуация как раз у нас сейчас здесь. Вынимательно смотрим на ребра. Вот желто-синее ребро. Ребро не совпадает ни с этой гранью, ни с этой по цвету. Желто-селеным не совпадает, синий с желтым не совпадает. Получаем, что это ребро, которое не совпадает ни с одной гранью. Смотрим дальше. Ребро зелено-синее. Зеленый цвет с желтым не совпадает, а синий цвет с синим совпадает. Это ребро не совпадает только с одной гранью. Ну и вот это ребро такое же. Всего ребер на верхнем слое мы найдем три. Одна сторона не совпадает, вторая совпадает. Мы должны взять пирамидку так, чтобы ребро, которое не совпадает совсем, ни с одной гранью, оказалось сзади. Далее мы видим перед собой, что с левой стороны все красиво, а с правой нет. Если неправильный цвет располагается справа, мы начинаем делать пиф-паф справа. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. Сделали правый пиф-паф. Далее мы видим, что поднялось красное ребро. Надо его поставить на место. Поворачиваем, так чтобы синие цвета совпадали. И привычным алгоритмом, которым собирали первый слой, ставим это ребро на место. Оно справа, значит поднимаем слева, вставляем ребро и опускаем. Пирамидка собрана. Повторим для закрепления. Первым делом мы доворачиваем верхнюю часть так, чтобы цвета совпадали. Цвета уголков. Вот три синих уголка. На каждой грани они будут совпадать. Если вы будете определять ситуацию из такого положения, то пирамидку собрать не получится. Обязательно доворачиваем, чтобы цвета уголков совпадали, после чего определяем ситуацию. Это ребро совпадает одной гранью. Это ребро не совпадает ни одной. Это совпадает одной. Совсем не совпадающий элемент располагаем сзади. Далее начинаем делать пиф-паф со стороны неправильного цвета. Здесь вот справа зеленый на желтой грани. Делаем правый пиф-паф. Красное ребро поднялось. Совмещаем желтые цвета и ставим ребро на место. Пирамидка собрана. Также возможна зеркальная ситуация. Сначала доворачиваем верхнюю часть. Уголки совпадают. Проверяем. Одна совпадает, сторона вторая нет. Одна совпадает, вторая нет. Две стороны не совпадают. Вот это полностью не совпадающее ребро. Располагаем сзади. И видим теперь, что на синей грани неправильный цвет располагается слева. Эта ситуация зеркально предыдущий. Сделаем тот же алгоритм, но начинаем пиф-паф слева. Опускаем слева. Опускаем справа. Поднимаем. Поднимаем. Опять поднялось красное ребро. Его нужно поставить на свое место. Совмещаем цвета. Ребро слева. Поднимаем справа. Вставляем ребро. Опускаем. Пирамидка собралась. Посмотрим, как это выглядит на циркулярной версии. Красная грань снизу. Совмещаем цвет верхнего угла с нижними, сверху зеленый, снизу желтый. Поворачиваем синий, желтый. А вот теперь желтый, желтый. Три желтых угла это то, что нужно. Далее смотрим на ребра. Зеленая и синяя не совпадает ни с одной стороной угла. Синяя, желтая совпадает только с одной стороны. Зеленая и желтая тоже с одной стороны совпадает. Это наш случай. Ставим ребро, которое совсем не совпадает назад. Далее с ребра, у которого цвет не тот, начинаем делать пиф-паф. Неправильное ребро справа, пиф-паф справа. Появляется красное ребро, совмещаем с цветом угла и ставим на место. В итоге углы и ребра собраны, центры пока нет. В зеркальном случае красная грань снизу. Синий и зеленый не совпадают. Вращаем. Желтый и зеленый не совпадают. Вращаем еще. Зеленый и зеленые углы. Три зеленых угла. Смотрим на ребра. Совпадает у сине-зеленого ребра только один цвет. У этого тоже только один. И у третьего два цвета не совпадают с цветами угла. Это полностью не совпадающее ребро. Располагаем сзади и смотрим на переднюю грань. Здесь неправильное ребро слева. Начинаем делать пиф-паф слева. Поднялось ребро. Совмещаем цвета. Поднимаем справа. Возвращаем. Возвращаем. Опять все кроме центров собрано. Ситуацию, которую на классической пирамидке определить проще всего. Все элементы стоят на своих местах. Одно ребро полностью по цветам совпадает. А два других, несмотря на то, что на своих местах, но развернуты другой стороной. То есть зелено-желтое ребро стоит там, где нужно, но цвета наоборот. И таких ребер два. То есть два ребра перевернуты на своих местах, а одно ребро стоит правильно и цвета все совпадают. В этом случае мы также располагаем красную грань снизу. Неправильные ребра перед собой и делаем следующую комбинацию. Сначала правый пиф-паф появилось красное ребро. Но на этот раз мы отводим его не сюда, а назад. Она вот здесь вот сзади оказалась. Теперь поднимаем левый уголок, вставляем туда ребро и опускаем. Пирамидка собрана. Повторим. Напомню, что уголок верхний с нижними должен совпадать по цвету. Доворачиваем, после этого определяем ситуацию. Два ребра на месте развернуты, одно стоит хорошо. Два неправильных располагаем перед собой, делаем пиф-паф. Отодвигаем красное ребро назад, поднимаем левый уголок, вставляем ребро, опускаем левый уголок. Эта же ситуация на циркулярной пирамидке. Красная грань. Снизу совмещаем цвета углов. Желтый и синий не совпадают. Зеленый и синий не совпадают. Синий и синий совпадают. Хорошо, смотрим на ребра. Это зелено-синие стоит на своем месте, но развернуто неправильно. Следующая, зелено-желтая, стоит на месте, повернуто как надо. И следующая, также на своем месте, но развернуто неправильно. Знакомый случай. Берем два неправильных ребра перед собой, делаем пиф-паф справа. Поднимается ребро, но мы его отводим назад, после чего поднимаем с левой стороны уголок, вставляем ребро и опускаем угол обратно. Опять все, кроме центров, собрано. Следующая, простая в определении ситуация. Опять доворачиваем уголок. Зеленый и желтый не совпадают. Вот так совпадает. Мы видим два одинаковых цвета у ребер, называемые глаза. И такие глаза будут на каждой грани. Не важно, с какой стороны выполнять алгоритм, главное, чтобы красная грань была снизу. Делаем следующие движения. Опускаем правый уголок, верхний поворачиваем против часовой стрелки. Поднимаем правый уголок, верхний опять поворачиваем против часовой. Опускаем правый уголок, верхний поворачиваем против часовой, поднимаем правый уголок. 7 движений мы поочередно опускаем, поднимаем правый уголок, а верхний всегда вращаем против часовой стрелки. Повторим, глаза с каждой стороны, опускаем правый, поворачиваем верхний, Поднимаем правый, поворачиваем верхний Опускаем правый, поворачиваем верхний, поднимаем правый Пирамидка собрана Но не всегда с первого раза пирамидка соберется Может быть такое, что вы сделаете эти 7 движений Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем А у вас ситуация особо не поменялась Также пирамидка не собрана, также есть глаза на каждой грани. В этом случае нужно просто движение повторить. То есть делаем то же самое. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Дело в том, что предложенный алгоритм перемещает ребра по часовой стрелке. Если вот это сине-желтое ребро перейдет вот сюда, то оно встанет не на свое место. И нам потребуется повторное применение. Но также можно сделать алгоритм зеркально, и с первого раза все получится. Как определить? Вот это ребро должно перемещаться вот сюда и становиться на свое место. Тогда делаем алгоритм справа. В нашем случае это не так. Но зато левое ребро, если переместить сюда, то оно встанет на свое место. То есть нужно движение против часовой стрелки. Также можно определять, если цвет вот этого уголка вот с этим цветом совпадает, то делаем правый алгоритм. А если этот цвет с этим не совпадает, то делаем левый. Делаем те же самые движения, но зеркально. Опускаем левый уголок, поворачиваем верхний по часовой. Поднимаем левый, вверх по часовой. Опускаем левый, вверх по часовой. Поднимаем левый. Проще, конечно, делать всегда правый алгоритм, либо один, либо два раза. Но выбирайте, как вам удобнее. Рассмотрим этот же случай на циркулярном Magic Tower. Смотрим угол, пока цвета не того, хотя ребра совпадают. Вращаем. Теперь три синих угла. Смотрим на ребра. И сразу замечаем, что у нас здесь два желтых, здесь два синих, здесь два зеленых. Это стандартные глаза. Можно либо просчитывать, либо делать правый алгоритм один или два раза. В данном случае вот эти цвета совпадают, поэтому мы сделаем правый алгоритм один раз. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Ребра и углы собраны. И в зеркальный случай совмещаем цвета углов. Видим опять кругом глаза. Но в этот раз вот эти цвета не совпадают. Зато не совпадают слева. Можно либо сделать правый алгоритм дважды, либо один раз левый. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем. Опускаем, поворачиваем, поднимаем. Также все кроме центров собрано. Этап пирамидки закончился. Все осталось собрать центры. Их мы будем собирать двумя похожими алгоритмами. Сначала соберем треугольные центры, как на обычном Magic Tower. Треугольные центры будут либо стоять на своих местах сразу, то есть центр будет совпадать с углами и ребрами по цветам, либо будет ситуация, которая решается за один алгоритм. А именно нужно переставить все четыре центра. Для этого нужно сделать три пиф-пафа, но из особого положения. Смотрим на переднюю грань. Здесь центр зеленый. Надо сделать так, чтобы снизу была зеленая грань. Проверяем. Там грань синяя. Перехватываем. Тут зеленый центр и грань снизу зеленая. А на зеленой грани, на удивление, желтый центр. И желтый центр поднимется сюда. То есть у нас после алгоритма поменяется передний центр с нижним, а также поменяются местами два задних. Передний, нижний и два задних. Делаем три обычных пиф-пафа. Можно как правых, так и левых, неважно. Главное одних и тех же. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. И треугольные центры становятся на свои места. Пока не будем обращать внимание на полукруглые центры, смотрим только на треугольные. Перед нами красный, значит снизу должна быть красная грань. Как раз удачно она и есть. Красный центр пойдет вниз. Его место займет желтый. То есть желтый и красный поменяются местами. Если снизу грань не красная, к примеру зеленая, то поменяются местами красные и синие, и центры не соберутся. За этим нужно следить. То есть если перед нами центр красный, снизу должна быть красная грань. Вот эти два поменяются местами. И два задних также поменяются. Делаем те же самые три пиф-пафа. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. Смотрим, что желтый треугольный центр находится на желтой грани. Если один стоит правильно, то и все остальные тоже будут. Речь о треугольных пока центрах. Проверяем синий, зеленый, красный. Все на местах. Других ситуаций с треугольными центрами не бывает. Либо собранные, либо за три пиф-пафа становятся на места. Если после трех пиф-пафов у вас треугольные центры не собрались, значит вы держали изначально пирамидку не в том положении. Придется делать алгоритм еще раз. В конце сборки мы соберем полукруглые центры. Или лепестки, их можно называть. Видим, что на каких-то грани не хватает двух лепестков, на каких-то одного. Нам нужно изучить все четыре грани и найти, где есть два лепестка одного цвета. Вот такие вот, как здесь зеленые. И расположить их слева и справа. Не вот так вот, слева и снизу. И не так. А с вершины пирамидки сверху. А лепестки должны быть слева и справа. Из этого положения сделать уже шесть пиф-пафов, но с перехватом. Здесь два зеленых лепестка. Они пойдут сюда вниз, заменят синий и красный. Синий и красный, соответственно, встанут на свои места. А вот эти два желтых встанут вот сюда. Изначально перед нами желтая грань, снизу зеленая. То есть перед нами желто-зеленое ребро. Делаем три пиф-пафа. Это два. Это три. У нас положение грани осталось такое же, но центры как-то переместились, включая треугольные. Теперь после трех пиф-пафов нам нужно переднюю и нижнюю грани поменять местами. То есть как бы вращаем пирамидку вокруг вот этого переднего ребра. Спереди была желтая грань, теперь зеленая. А зеленая была снизу, снизу теперь желтая. Передняя и нижняя местами поменялись. Если вы вдруг ошиблись, то после трех пиф-пафов нужно взять такое положение, чтобы треугольные центры встали обратно. Желтое и зеленое нужно поменять. Из этого положения делаем еще три пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. Все элементы собрались. Но не всегда это получается с первого раза. Иногда вот этих двух лепестков одинакового цвета на одной грани найти не получается. Тогда приходится алгоритм повторять. Такое бывает редко, но возможно. К примеру, видим здесь все три лепестка разного цвета. Это зеленая грань. На желтой тоже самое. На синий тоже все три разные. И на красный три разных цвета. В этом случае мы из произвольного положения делаем тот же самый алгоритм из шести пиф-пафов с перехватами. Можно, конечно, прослеживать перемещение элементов, которые я показывал, но обычно этого не требуется. Даже смоделировать эту ситуацию не так просто. Всполняем первый пиф-паф, второй, третий. Меняем переднюю и нижнюю грани местами. Перед нами красная, снизу желтая. Разворачиваем. Теперь перед нами желтая, снизу красная грань. Делаем еще три пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. Изучаем, что получилось. Видим сразу два элемента с синими цветами. Располагаем их вот так. Они пойдут сюда, на нижнюю грань. Есть еще вот эти два зеленых. И два желтых. Вероятно, что потребуется еще не одно повторение алгоритма. Но главное, мы нашли два синих, которые пойдут вниз на синюю грань. Делаем три пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. Перед нами желтая грань, снизу синяя. Разворачиваем пирамидку. Перед нами синяя, снизу желтая. Делаем еще три пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. Видим, что собралось еще не все. Также ищем два одинаковых лепестка, но не те, которые совпадают с гранью, а те, которые не совпадают. То есть, вот два зеленых. Да, и видим здесь по одному, а здесь два, но разного цвета. И видим первую ситуацию, которую я показывал. Два зеленых пойдут сюда. Эти желтые и синие. Желтые сюда, синие сюда. И эти красные переместятся сюда. Если бы мы в ситуации, где все цвета разные попытались бы просчитать, возможно, нам бы хватило двух повторений. Но это не всегда просто. Можно делать из произвольного положения. Здесь же точно за один раз соберется. Слева-справа зеленые. Не так, а именно вот таким образом. И они пойдут вниз на зеленую грань. Делаем еще три пиф-пафа. Один. Второй. Третий. Перед нами красная грань, снизу зеленая. Разворачиваем. Теперь перед нами зеленая, снизу красная. Делаем финальные три пиф-пафа. Раз. Два. Три. В итоге мы ищем два лепестка одного цвета, слева и справа, которые пойдут на нижнюю грань. То есть здесь должно быть два зеленых лепестка, чтобы они пошли на зеленую грань. Если все лепестки разного цвета, то делаем этот же алгоритм из произвольного положения, после чего два лепестка одного цвета появятся. А потом уже за один или два раза все центры станут на места. Чаще всего сборка бывает в ситуации, которая решается за один алгоритм. Пример сборки для закрепления. Находим три красных уголка, ну или угол, у которого нет красного цвета. Вот он первый нашелся. Обращаем его назад. На три остальных поворачиваем к себе красным цветом. Вот получили звезду. Обращаем ее вниз и собираем ребра. Желто-красные. Дальше красно-синие. Совмещаем с цветом. Поднимаем слева. Так и осталось красно-зеленое. Так. Поднимаем слева. Вставляем ребро. Опускаем. Доворачиваем верхний угол. Зеленый и тут зеленые. И определяем ситуацию на верхнем слое. Ребро стоит на месте. А эти два развернуты. Ставим правильное сзади. Делаем алгоритм, разворачивающий два ребра. Это пиф-паф. Красное ребро отводим назад. Поднимаем слева. Подводим ребро. Опускаем. Углы ребра собраны. Ставим на места треугольные центры. Желтый и синий нужно поменять местами. Перед нами синий. Значит снизу должна быть тоже синяя грань. Ну а желтый поднимется сюда, на переднюю желтую. Делаем просто три пиф-паф. Первый. Второй. Третий. Смотрим, что получилось. Здесь все три лепестка разного цвета. Здесь тоже. И здесь. И здесь. Интересная ситуация на примере сборки. Так бывает нечасто. Значит, последний алгоритм будем делать несколько раз. Давайте из произвольного положения. К примеру, из такого. Делаем шесть пиф-пафов. Но сначала три. Это второй. Это третий. Перед нами синяя грань. Снизу красная. Разворачиваем. Перед нами красная грань. Снизу синяя. Делаем еще три пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. И видим, что нам осталось еще раз сделать этот же алгоритм. Здесь не хватает по одному лепестку. Здесь есть два одного цвета. Ставим слева-справа. И проверяем, что снизу желтая грань. Так и есть. Делаем еще шесть пиф-пафов с перехватом. Это первый. Это второй. Третий. Перед нами красная грань. Снизу желтая. Меняем их местами. Спереди желтая. Снизу красная. Делаем еще три пиф-паф. И все собрано. Можно собирать и другими способами, но мне этот показался наиболее универсальным. В той же зеркальной пирамидке алгоритм для разворота центров выглядит точно так же. Шесть пиф-пафов с перехватом. Ну и просто делать пиф-пафы всегда проще. Их не забудешь. В итоге глумка не такая уж и сложная. Да, она циркулярная. Крэйзи. Но собирается как пирамидка. И потом остается только расставить центры. Самому разобраться с первого раза не всегда получается. Но для тех, у кого не вышло, я здесь подробно объяснил все возможные ситуации. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.